Немного скажу об отрасли. Я думаю, вы все знаете, что такое отрасль некрового кино. Мы ее будем рассматривать в контексте от образования до дистрибьюции фильмов. То есть это достаточно обширная отрасль. И наше исследование является достаточно уникальным. Оно включало практически все методы анализа. И, как вы видите, мы постарались охватить практически все группы. То есть с нами были опрошены как киностудии, так и телекомпании, фестивали российские и международные. Проведено интервьюирование экспертов в различных областях. Также молодых выпускников мы опросили. Были опрошены региональные ведомства по культуре. И проведен некий анализ статистики. Ну, что мы можем точно сказать из ответов опрошенных. То, что практически 87% киностудий считают, что отрасль, да, должна подвергнуться некой реформации. Это достаточно насущная проблема. Поэтому и проводятся данные исследования. Так как у нас достаточно ограничено время, то я достаточно голопом пройдусь по части аналитики, да, то есть то, что мы собрали, получили. А дальше мое выступление продолжит наш социолог Любовь Парусяк, которая сформулирует как раз проблемы, выявленные в ходе исследования. И, возможно, подскажет нам, что делать, какие варианты она выделила. Так как исследование очень обширное было, то фактически я по каждому слайду обозначу по одному тезису, который, в принципе, люди, которые в отрасли, они и так знают эти вещи. Но все-таки интересно посмотреть на них со стороны статистики. Итак, пройдемся по блокам, блок производственной базы российского документального кино. Что мы о нем можем сказать? Соответственно, более половины киностудий производят по одному-два фильма в год. И еще треть – это 3-5 фильмов. То есть, видим, не очень активны производственные студии. Далее, что мы еще можем сказать? Что 56% киностудий абсолютно не зарабатывают на продаже прав. И, несмотря на это, где-то 40% из них говорят, что основной источник дохода – это производство неигровых фильмов. Достаточно большая доля, все-таки указывает, это 30% почти, что источник дохода – это производство имиджевых корпоративных фильмов. Опять же, насчет производственной базы. Порядка 20% киностудии не имеют своего съемочного оборудования. В принципе, та же ситуация с осветительным оборудованием. Достаточно хуже ситуация с звукозаписывающим оборудованием. По блоку «Применяемые технологии производства документальных фильмов». Вкратце, около четверти киностудий, в принципе, снимают формати, которые не соответствуют качеству, требуемым телеканалам. В основном, конечно, это регионы, которые до сих пор используют битакам, диджитал битакам. Кто-то снимает на пленку, но телеканалы, как мы видим, в принципе, уже практически не берут такие съемки в свой эфир. Далее, что очень интересно, что порядка 60% опрошенных респондентов записывают, например, звук на микрофон на камере, что зачастую не дает такого отличного звука, какой мы бы ожидали все увидеть, например, в прокате или на телевидении. По блоку также очень кратко кадровый состав лиц, участвующих в производстве фильмов. Опять же, все мы знаем, что в штате киностудий или кинопроизводящих организаций зачастую привлеченный персонал, который работает по договорам гражданского правового характера, и, в принципе, 20% киностудий говорят, что они и снимают фильм усилиями одного-двух человек. В принципе, отсюда частый, как мы сейчас говорим, режопер и прочие вещи, когда фильм делает один человек, который является и режиссером, и оператором, и автором, и монтажером, и все в одном лице. Соответственно, не всегда это дает требуемое качество, но в любом случае суммарно более половины киностудий привлекают для производства фильма до пяти человек. В принципе, по составу людей в штате киностудии достаточно понятно и видно, что основными являются это исполнительный продюсер, режиссер, даже большая часть киностудии имеет художественных руководителей, операторов и звукорежиссеров. Это имеется в виду штатный персонал, то есть непривлеченный. Но, в принципе, вот что достаточно интересно, то, что где-то 80% опрошенных киностудий не считают целесообразным и не видят такой вообще необходимости осуществлять приемку фильма по художественному качеству или техническому качеству, видят в этом, например, телеканалы, функции их или еще кого-то, но не сами, то есть им это не очень надо. Несмотря на это, многие, где-то более половины опрошенных, либо принимают на практику студентов, либо хотят видеть в них, то есть, в принципе, потребность в молодых кадрах очень даже существенная, и это надо, наверное, внедрять. Далее переходим к блоку дистрибьюции до квинтальных фильмов. Это наиболее обширный наш блок исследования. Также кратко. Были выделены по ходу опроса телеканалов темы, которые их интересуют. И, в принципе, можно однозначно сказать, что эти темы не совпадают с темами, которые выпускаются, фильмы. И, в принципе, есть некая корреляция с темами, которые поддерживает Министерство культуры, но она не такая существенная. По способам дистрибьюции фильмов, в принципе, около 15% студий абсолютно не занимаются продажей прав на свои фильмы, созданные. И 54% отправляют фильмы только на фестивали, не предлагая их на каналы и не используя иные способы дистрибьюции. В принципе, можно видеть, что основные каналы реализации это для 65% опросных фестивалей, и для чуть более 30% это продажи прав на федеральные и региональные телеканалы. Остальные каналы дистрибьюции используются несущественно. В свою очередь, что мы видим со стороны телеканалов? Региональные телеканалы, они, в принципе, очень слабо замотивированы. Из, например, 400 опрошенных телеканалов мы получили ответы только от 30, не идут на контакт, но из даже полученных ответов можно сказать, что 50% из них не показывают вообще документальное кино и, в принципе, не замотивированы в этом. И что говорят телеканалы об основных метрах по увеличению проката? Это указывается основная часть субсидии государства на показ, и вторая по значимости для них – это очистка прав на используемые в фильмах материалы. Но это действительно так, многие авторы фильмов не представляют, какие материалы можно использовать легально, какие нет, что материалы с Ютуба – это нелегально, и это для них нормально. И что еще? Фестивали, да. Это отличная площадка для представления фильмов, но, однако, очень мало фестивалей предлагают денежное вознаграждение, оно достаточно несущественно. То есть это полторы, две тысячи долларов, что, естественно, не сможет окупить производство фильма. И, ну, завершая свое выступление, по системе финансирования. Хотела сказать, что, несмотря на достаточно большую зависимость от государственного финансирования, указанное 45% опрошенных, значительный источник финансирования все-таки является коммерческие заказы организаций, что даже превышает субсидии Министерства культуры. Также незначительные поступления из других источников. Если анализировать государственное финансирование за последние три года, можно сказать, что его объем не сильно изменялся, и средний бюджет фильма – порядка 1 миллион рублей. Региональные власти в производстве и поддержке неигрового кино практически не участвуют, хотя по их ответам многие хотели бы. И их объем финансирования практически совсем незначительен. Где-то порядка 15% регионов поддерживают отрасль. И я хотела бы передать слово Любовь Барусяк, которая представит проблемные ситуации и острые проблемы отрасли. Мое выступление, очень короткое, к сожалению, стоит из трех блоков. Первая – проблемная ситуация, то есть как оцениваются те проблемы, которые Оля озвучила, проблемы и некоторые направления деятельности. Но с моей точки зрения, с точки зрения социолога, одна из главных проблем – это отсутствие связанности в отрасли между теми субъектами, которые здесь взаимодействуют. А таких субъектов, как мы в процессе исследования выяснили, очень много, причем у них противоречивые цели. Но я бы сразу сказала, что одной из главных проблем отрасли, я считаю то, что фактически нет какой-то связи серьезной между начальным и конечным субъектами, этапами. То есть значительная часть студии определенно не ориентирована на зрителя. Вот зритель – это то звено, с моей точки зрения, чрезвычайно важное, которое сейчас в отрасли упущено, и поэтому очень многие и производители, и эксперты некоторые, но производители, конечно, гораздо чаще, они считают, что идеальная ситуация – заставить каналы показывать или, значит, насильно ввести такой закон, пусть, значит, попробуют выкрутиться, или платить каналам за показ. Для отрасли, позитивного для ее развития, в обоих этих вариантах, в общем, есть довольно мало, потому что пока не повернуться к лицам, к зрителю, таких серьезных перемен произойти, с моей точки зрения, не может. Второе – это слишком большой разрыв в уровне рефлексии между экспертами и производителями. Вот я разговаривала с корифеями нашего документального кино, но некоторые из которых я с удовольствием здесь вижу, и здесь уровень понимания проблем очень высокий. На уровне производителя нет денег, помогите, спасите нам плохо. На этом, в общем, уровень рефлексии, в общем, на этом, к сожалению, заканчивается. И в этом смысле вот образование некой системы, когда люди взаимодействуют не в этих крошечных студиях, а взаимодействуют между собой, с специалистами, гильдия здесь огромную роль может сыграть. Это чрезвычайно важно. Ну, а про качество. Оля говорила, что нет ни ОТК, значит, ни худсоветов, что меня, честно говоря, поразило, потому что 16 лет проработала на телевидении, и знаю, как там относятся к качеству того продукта. Но вот этот продукт можно показывать в значительной степени только за очень большие деньги, потому что он просто не соответствует требованию. Вы понимаете, что и зритель привык к хорошей картинке. И когда, значит, если будет представлена картинка даже, значит, вот с помощью введения квот, то есть насильственных каких-то методов, он все равно это смотреть не будет. Но правда, у меня ощущение для многих производителей, это, в общем, и не важно. Дальше, ну, понятно, про телевидение мы поговорили, плюс телевидение – это фабрика, маленькие студии – это, значит, кустар, кустарное производство. Значит, не предоставляет длинные циклы. Или если ты великий человек, если ты, ну, я не знаю, Григорьев, Манский и так далее, тогда твой фильм могут взять. Если ты человек невеликий, а у нас в студии там многие сотни, значит, твой отдельный фильм, который еще в значительной степени АТК не прошел, телевидение точно не интересует. Значит, тематика. Ну, на самом деле, вот здесь вообще большая, сложная история. Я как столк ее знаю, значит, в том смысле, что телеканалы более-менее знают зрительский интерес. И то не очень хорошо к неигровому кино. Зрители, когда их опрашивают, всегда врут. Они всегда показывают свой необычайно высокий интеллектуальный уровень. То, что предлагает значительной степени наш производитель, это вообще нечто третье. Вот когда я говорю про разрыв, значит, разрывы эти лакуны внутри системы, она и здесь тоже. Так, вот, и с этой точки зрения, понимаете, конечно, хорошо, если телеканалы заставить показывать документальные фильмы, но это не будет способствовать развитию отрасли. Одна из особенностей этой, ну, вот, опять же, вот, разрозненность огромная, крошечные студии, там два человека, которые не видят ничего вокруг. Очень многие говорили о том, писали, и они абсолютно правы, что, конечно, нужно объединение. И, конечно, и на региональном уровне. И организация, которая будет, ну, координировать эту деятельность, и, кстати, вот те производители, которые участвовали в нашем исследовании, они, вот, смотрят в сторону гильдии с большим, я бы сказала, интересом и некоторым ожиданием. Пока ожидания очень позитивны. Это так между строк. Значит, следующее. К сожалению, фестивали недостаточно эффективно выполняют свою роль. Они много значат для региональных властей. Это имиджевая история. Мы проводим фестивали там про бога, про спорт, про там военно-патриотическое что-то, еще про что-то. Фестивали, просто их огромное количество, на самом деле, в России. Фестивали могли бы выполнять такую, в том числе, и координационную, объединяющую, значит, функцию вот для этих производителей, и в значительной степени разрозненных, где они могли бы еще и чему-то научиться, если туда приезжают наши мэтры, обсуждают по гамбургскому счету фильмы, но редко это происходит. С точки зрения привлечения зрителей, фестивали, да, важная вещь, но фестивали, которые раз в год проходят, они не формируют лояльную аудиторию. Фестивали плюс постоянно действующие киноклубы – это совершенно другая история. Вот. Но киноклубы, в общем, как мы посмотрели, они, их много, но они, большинство из них, не имеют какой-то, я бы сказала, регулярности встречи. А регулярность встречи – это обязательное условие для формирования лояльной аудитории. У них еще и у большинства абсолютного нет площадок. Они просто еще просят очень гильдию, помогите, нам нужны авторы, значит, фильмов, которые мы показываем. Нам фильмы нужны на DVD, нам, в общем, что-то новое показывать очень сложно. Они тоже, в общем, очень смотрят в сторону гильдии с большой надеждой. Значит, да, и еще одна проблема. Вообще, была бы идеальная ситуация, значит, выстраивая лояльная аудитория, если бы была такая система. Люди пошли на фестивали, сходили в киноклуб, а потом будут смотреть это по телевидению. Игровые фильмы не получатся, к сожалению, потому что те, кто ходит в киноклубы, не смотрят телевизор. А если даже и смотрят, то они должны очень хорошо знать, когда эти фильмы идут. А дело в том, что киноклубы – это продвинутая в основном молодежь. Фестивали в значительной степени тоже. Телевизионная аудитория, особенно региональных каналов, они честно создаются, что это пожилые люди. То есть вот здесь опять очередной, к сожалению, разрыв. И надо думать, как так, ну, единственный способ, с моей точки зрения, вот здесь Вера присутствует, и поклон ей низкий, это, конечно, нишевые тематические телеканалы, то есть куда любители кино могут пойти. На больших каналах – это если это какое-то выдающееся событие. Но я не знаю, когда там от малого до великого все смотрели там по федеральному каналу фильм «Известно какой, рождённый в СССР», например. Вот. И здесь ещё раз возвращаемся к тематике. Если не игровое кино и собирает массового зрителя, это кино, которое связано с современностью раз и с острыми проблемами два. Таких фильмов, к сожалению, очень мало. Вот я человек как долго живущий уже. Я отлично помню, как в период перестройки, когда такие фильмы появлялись, какую страсть и интерес они вызывали. Фильмы про животных, да, но BBC их делает лучше. Понимаете, то, что, например, проект, например, Марины Разбежкиной, да, у него есть большой потенциал, потому что это про нас и про то, как мы сейчас живём. С другой стороны, поскольку отрасль-то не коммерческая, и она живёт за счёт, значит, за счёт министерства прежде всего, то здесь опять разрыв возникает. В общем, кто заказывает музыку, тот, значит, кто платит, тот и заказывает музыку. И во многом, значит, допустим, с тематической точки зрения здесь могут возникать ограничения. Следующее, значит, ну, про связанность элементов дальше. Здесь, вообще, это отрасль, я много чем занималась, но такой парадоксальной отрасли я не знала. Никогда с ней не сталкивалась, вот в каком плане. Она по определению не рыночная, при этом есть большая, ну, поскольку она не может жить без субсидий. При этом она хочет, чтобы появились элементы рынка, что правильно, и чтобы эти элементы рынка создало государство. Ну, понимаете, значит, как три элемента между собой взаимодействуют. Но, кстати говоря, вот один из экспертов очень убедительно мне говорил о том, что, вернее, то, что он сказал, я для себя поняла, что правильное распределение средств, появление какой-то конкуренции внутри отрасли, ну, да, это не рынок, но что-то такое псевдорыночное, и уже шаг вперед. Значит, это такая интересная очень ситуация, потому что, действительно, она очень парадоксальна. Сегодня производители никак не конкурируют друг с другом, кроме как за государственные деньги, но не в показе и не во всех остальных ситуациях. Они, значит, их продукция скорее конкурирует с продукцией, которую не игровой, которую снимают телеканалы. Телеканалы, конечно, в выигрышной ситуации, потому что у них просто лучше для этого база, существенно лучше. Но вот правильное распределение средств хотя бы по четким правилам, по определенным требованиям и так далее, когда каждый, кто дает эту заявку, он должен доказать свою состоятельность, и вот это хотя бы какие-то признаки, элементы конкуренции, и, кстати говоря, оценки того, что ты делаешь. Что же вот сейчас независимой оценки произведенного контента чрезвычайно мало. Я понимаю, я же, говорю, работала много лет на телевидении, 10 лет начальником аналитического отдела, и я знаю, что творческие люди по определению считают себя гениями. Это профессиональное свойство. Вот, поэтому в этом, ну, а других не считают, в основном. Это тоже профессиональное качество, необходимое для нормальной работы. Но, когда мы говорим не об отдельных людях, а об отрасли, вот здесь нужен некий гамбургский счет оценки. И это в том числе может происходить в момент подачи заявки и обсуждения, потому что у нас, к сожалению, после показов, обсуждений бывает очень мало, что чрезвычайно необходимо. Конечно. Ой, перешло, да. Вот, значит, что касается финансирования. Вот здесь очень интересный разрыв между экспертами с высоким уровнем рефлексии и производителями. Вот все эксперты, с которыми я разговаривала, которые на меня, кстати, произвели чрезвычайно благоприятное впечатление, все считают, что надо, чтобы деньги надо было заслужить, что ты должен доказать свою состоятельность и доказывать это постоянно, каждый раз. Производители, наоборот, считают, что поскольку они живут, им надо помогать. Ну, это вопрос спорный. С одной стороны, это вопрос о том, значит, ну, на рынке выживают не все. У нас все-таки не рынок. Все ли должны выживать, кто делает там один фильм в год, или не все, но это вопрос в данном случае не ко мне, потому что появление конкуренции, и справедливые производители ее не хотят, потому что это значит, что шанс не выжить у тебя повышается. Для отрасли конкуренция, я думаю, в общем, в целом, в общем, полезна. Ну, как-то обычно и бывает. Следующее. Это, конечно, вот опять же, для производителей сегодня зритель не существует. Это опять свойство творческих людей. Мы очень часто стремимся самовыражаться, но если бы каналы рвали продукцию определенного типа, вырывали из рук, ситуация была бы другой, конечно. Тогда бы, вот, так сказать, интерес зрителям был выше. Сегодня, когда этого не происходит, то очень много тем, которые можно определить как взгляд и нечто. Ну, то есть какие-то глубинные, значит, свои представления о жизни, что-то такое, значит, философское в общем, но явно не ориентированное на зрителя. Такое авторское кино, если автору есть, конечно, что сказать, естественно, необходимо. Но оно всегда занимает в нормальной ситуации не очень большую долю, есть ли это отрасль, есть ли это рынок. Но у нас вот пока, к сожалению, немножко по-другому. Вот. Ну, про кадровую, значит, про кадровую проблему сказала Оля, и я не буду на этом останавливаться, но мне очень показалось важным, что из студии исчезли редакторы. Вот я была тоже редактором телевизионным, я понимаю, насколько это важно. Тут дело в том, не в том, что их не хватает. Их просто не считают, просто не понимают большинство, значит, участников производства, зачем они вообще нужны, когда мы, значит, творческие люди, а редактор – это человек, которому всё не нравится, он, так сказать, хочет что-то там поменять. Но вот мне кажется, что какая-то работа, в частности, стороны гильдии о том, о значимости некоторых профессий в отрасли, она просто необходима, чтобы люди хотя бы элементарные вещи поняли. А это чрезвычайно важная вещь. Ой. Значит, и последняя часть. Первая – это то, что у нас сложная очень ситуация, разорваны все звенья, поэтому подходы нужны только комплексные. Одним каким-то, значит, вот дёргая за какой-то, значит, хвост, вытащить всю отрасль нельзя. Поэтому мне кажется, что первое, что мы сегодня попытаемся в течение нашего трудового дня выяснить, это всё-таки приоритетные направления. Вот что наиболее важно. С чего начать, ну, здесь все эксперты более-менее согласны, конечно. Это очевидно. Производители считают, что надо просто давать больше денег. Но это я их понимаю, я бы тоже так считала, конечно, потому что когда ты считаешь, что ты работаешь хорошо, что тебе не хватает исключительно денег. Эксперты считают, что самое важное – это перераспределение, как выстроить этот механизм. Вот многие об этом очень говорили. И я сегодня, к сожалению, не могу рассказать о всех вариантах, потому что нет времени, но вот там уже можно будет поговорить дальше. Вот, значит. И опять же, эксперты говорили вот о чём. Что сейчас, когда ты получаешь это самое финансирование, но получила молодец, что дальше происходит с фильмом, в общем, уже никого не волнует. И как меня уверяли, что половину из этих финансированных фильмов просто никто не видит. Ну, для меня, конечно, я была сильно поражена, конечно, этим обстоятельством, что отчёт о прокате, о фестивалях, что ты получаешь деньги, но, может быть, не очень большие, и что на этом твоё взаимодействие, значит, с той рукой, которая тебя кормит, на этом заканчивается. Это, конечно, совершенно невозможная ситуация. И то, что пост, значит, вот пост, значит, когда фильм снят и прошло какое-то время, ну, ему уже надо всё-таки как-то раскрутиться, то, что каждый производитель должен отчитаться, это очевидно. Вот. Но про прозрачность тут не о чём говорить, это само собой разумеется. Об этом мечтают, в общем, все, потому что когда распределение идёт прозрачно, хотя правила установлены чёткие, это удовлетворяет всех субъектов коммуникации. Вот. Но, если, опять же, производители говорят о прозрачности стороны министерства, то эксперты, что чрезвычайно важные свидетельства это в очень высоком уровне рефлексии, как раз говорили, что, значит, ну, вот мы социологи, когда проводим фокус-группу, у нас есть одностороннее зеркало. Нам видно, а нас не видно. Что если только министерство установит прозрачные правила, это такое, значит, зеркало и появится. Но что прозрачность должна с другой стороны быть, то и заявка должна быть очень чёткой, ясной, и должна быть, значит, ну, таким конкурсным образом, ты должен защитить её, доказать, чтобы поняли, а что ты собираешься делать. И как. Вот. Значит, и, конечно, при любом варианте очень важна роль экспертного сообщества, которое принимает решение. А вот как это может быть? Тут варианты разные. И опять же, если обобщать то, что говорили эксперты, это может быть, что все средства выделяются, значит, на этот конкурс. Значит, были предложения неких системы баллов. То есть, если ты получил эти деньги, там, получил призы на трёх фестивалях, то в следующий раз у тебя уже есть некие начальные баллы, которые, как бы, тебя ставят в этой очереди в какое-то приоритетное положение. Значит, третий вариант, что, конечно, если есть понятие социально-государственного запроса, то может часть этих денег отдельно проводиться, отдельный конкурс по интересующим темам. Ну, например, патриотическое воспитание, которое сейчас так модно. Готов снимать патриотическое воспитание, получить денег будет легче. Ну, я думаю, что, конечно, ну, тут вопрос такой идеологии политики сложный, но, в принципе, если деньги, так сказать, твои, то ты можешь делать и это вполне, так сказать, на полных основаниях. Вот. То есть, это может быть и заказ, и знать, ну, вот тут всё написано, да? Дальше. Ну, вот про судьбу это понятно. Дальше. Конечно, ну, поскольку у нас рынка-то никакого нету, я заканчиваю, значит, рынка нету, и сказать, что вот на пяти каналов там мой фильм показали, в общем, почти никому не удастся, то хотя бы общественная дискуссия, хотя бы прокат по фестивалям. Кстати говоря, это... Хотя бы прокат по киноклубам, извините. Кстати говоря, это отличный способ соединить производителей с киноклубами. Киноклубы рвутся, получать фильмы, встречаться с авторами. Вот проезжай, показывай, и, значит, потом предъявляй. Смотрите, значит, киноклубы просто от моего фильма в полном восторге, и получай свои баллы. Но надо заставлять людей коммуницировать со зрителями. Это один из таких, по-моему, очень естественных способов. Ну и наоборот. Значит, ну вот то, о чем мы только что говорили. Значит, об этом... Да, и то, что это, в общем, это открытая история, должна быть это тоже очевидно. Ну, наверное... Ой... Наверное... Значит, вот еще что. Конечно, у нас сейчас регионы в финансировании участвуют и в помощи неигровому кино чрезвычайно слабо. Есть несколько регионов, где такая работа ведется постоянно, и где, значит, деньги выделяются немаленькие. Таких регионов, к сожалению, мало. Мне кажется, что региональные эти крошечные разрозненные студии должны создавать, во-первых, какие-то, значит, объединения региональные и активнее работать с региональными властями. У региональных властей на самом деле есть, но они этого часто не понимают, некий запрос на игровое кино. Снимать, ну, вроде, значит, про историю там края. Про события, которые там происходят. Ну и так далее, и так далее. То, что может быть выгодно собственно региональным властям, которые очень любят, конечно, иметь хороший имидж, и документальное кино может им в этом помогать. И плюс, конечно, вот очень полезно было бы, чтобы возникало софсинансирование и копродукция регионально-федеральная. Когда ты получаешь часть там средств там, и часть там. В общем, это, конечно, ситуация благоприятная. У нас есть очень бедные регионы, которым, конечно, не до игрового кино. Но не все такие. Не все такие. И, кстати говоря, вот финансируют не игровое кино отнюдь не самые богатые в значительной степени. Я это смотрела. Вот, значит, ну, заинтересовать телеканалы в том виде, в каком сейчас существует отрасль, невозможно. Значит, нужно объединение, опять же, на региональном уровне. Если снимается один фильм, его не покажут. Если этот цикл, да еще по тематике интересующий телеканал, пусть будут делать отдельные студии, но совместно, ну, могут, шансы могут повыситься. Но не работает телевидение с отдельными фильмами. Это и сложно, и долго, и неудобно, и девать это некуда, потому что все-таки или есть слот, или его нет, или это событие выдающееся, великое, а события, они, как мы понимаем, случаются очень не каждый день. Вот. Ну, про киноклубы я говорила. И здесь чрезвычайно нужна, им вот, им тоже нужна помощь Гильдии. Значит, ой. Вот. Значит, опять же, здесь повышение квалификации. Кадры у нас далеко не всегда профессиональные. У нас есть несколько учебных заведений, которые готовят прекрасных специалистов. У нас гораздо больше учебных заведений, которые готовят непрекрасных специалистов, как и в любой другой отрасли. но вот тем, значит, которые специалисты не очень прекрасны, помощь. Кстати говоря, сейчас же можно прекрасно проводить обучение, конечно, по интернету, но главное, чтобы люди от этого что-то имели, выигрывали. Просто так великие творцы учиться многие не очень любят. Если они, пройдя курс обучения, получая какой-то сертификат, потом могут его куда-то предъявить, и за это оказаться там в выигрышной ситуации в следующий раз, претендуя, например, на финансирование, ну, это как-то сильно способствует. Наверное. Ну и все, наверное. Все, наверное. Да, и вот еще что. Мы провели очень огромное исследование, очень такое многообразное, многостороннее. Мы не изучали только зрителей. Вот если продолжать заниматься исследованиями, аналитикой, конечно, мы должны все-таки гораздо лучше его узнать и вот этим заняться. Сейчас, на самом деле, телеканалы знают своего зрителя, у них есть, ну, кроме региональных, региональные тоже его плохо знают, очень, федеральные, потому что у них есть рейтинги. Значит, документалисты своего зрителя знают очень плохо. Они почти все в ходе опроса сказали, что рост интереса наблюдают к неигровому кино. Я бы тоже сказала на их месте, потому что, ну, кому же, значит, значит, говорить что-то другое, когда ты производишь фильмы, ну, вроде бы, для зрителя. Вот что он, как с ним работать, какие формы, какие интересы и так далее, мне кажется, что это было бы неигровому кино узнать очень полезно. Благодарю за внимание, надеюсь, что не очень сильно вылезло за время. Субтитры сделал DimaTorzok